молоко молоко ты сказал обедать я молоком обедаю да просто я залез в интернет решил узнать самой дорогая плитка знаешь какая стоимость не надо подписчик твой говорил что там за 25 тысяч клал за сколько но это очень дешево короче я даже выписал коллекция называется петра фирма люкс тач запомни если вдруг тебе заказчик скажет я хочу чтобы ты меня такую плитку положил а я скажу вы должны предоставить тогда люкс тач да значит сколько она стоит квадратный метр нет миллион долларов это было в монако какой-то там яхт-шоу это кто просто наверно так выпендрился сделали какую картину и там короче агатовая основа оникс потом какие-то раковины оболона моллюска какого-то углы оформлены потом что там перламутровые какие-то там элементы натуральный перламутр все делали вручную и еще эти алмазы это квадратный метр до стоит квадратный метр вот ну и что ты хочешь сказать а я хочу тебе интересно ну кто это покупает ладно может покупают конечно но это при за квадратный метр то есть и ванну положить на 20 миллионов плиточник получает просто вопрос интересно как думаешь зависит от стоимости плитки его за не другое а сколько там плиточник сначала получает ну полторы тысяч квадрата упадка и он за миллион укладывает вот эту ну ты же аккуратно должен всегда делать хорошо а страховаться а почему ты за счет заказчика должен страховаться сам по сути это твой косяк то есть если ты сколол уголок из раковины оболона если там раковина оболона с угла вылетела но это твои подожди а если такой косяк как ты кто раз на видео снимал и там тебе многие подписчики писали и давали там тебе советы в дэшка керосином там чуть ли не мылом хозяйством натирай там скотчем когда сколы они видать надо до конца твой ролик не посмотрели ты показывал там же одну и ту же плитку и ты резал одной же болгаркой и у тебя там два реза один рез у тебя чистый прошел а другой на этой же плитке он выкалывал то есть ты хочешь сказать если ты будешь болгаркой алмазным диском резать эту плитку по алмазу у тебя скол будет какой нибудь на 4 карата алмазик будешь прорезать у тебя сколит его ты думаешь это жестко жесткую тематику какую-то задал ну вопросы я понимаю с юмором и интересно в отношении того что прямо реально сколько получает тогда сам суши а мне кажется там еще не какая у него расценка за укладку это плитки олег мне кажется вместе с этой плиткой и плиточника продают за такие деньги мне кажется это включено он короче уложила потом как обычно знаешь что использую коробку ты вытащил а коробку потом выкину так и плиточник а там еще дальше мне интересно было написано если такую плитку на пол укладывать а там же вот эти алмазы они выбирают там было написано что если на пол укладываешь массаж ног приятный массаж ног алмазами если подскользнешься все лицо расцарапаешься алмазами тебе будет приятно а мне еще другой знаешь что интересно что вот как у нас бывает что ты сначала пол выложил а потом молдинг клеишь тебя надо застелить а потом придумали еще что-то и как у тебя там потолочек до собирают здесь заранее там тебе все равно нужно будет что ты не просто так ставишь ты потом берешь правила поправим уже порогняй что будет плоскость ровно и потом нечаянно кончиком поправила у тебя камушек отлетел ты такой упс не надо суперклей а там же ручная работа а ну ты тоже это же ручная же у нас но интересно это просто вижу такой уровень мы просто над таким уровнем смеемся ну хорошо ладно смеяться это так ну действительно давайте тогда немножко поразмышляем в отношении сколько должен получать когда плиточник за такую работу пусть давать не миллион мы берем давай другую даже вот выше надо сколько он должен я давай уже разобьем и тема тебя позвали например у меня плитка миллион квадратный метр я просто почему-то говорю что это реально у нас мы делали одному депутату ремонт у него был агатовый камень листами такой вот он специально заливается ибоксидкой там полудрагоценные камни вот этот вот лист один он здоровый на всю стену был он с подсветкой с внутренней стороны такой монтаж специфическая кстати вот надо было спросить сколько стоит но это было давно я еще тогда не был таким ютубером заядлым и он этот монтаж делал соответственно сверлил вот один вот этот вот лист миллион рублей стоил ну не миллион долларов на миллион рублей как по нашим большим деньгам когда я еще поделиться я еще тогда удивился там просто еще мастера на втором этаже спальня была лестница еще не было готово и они выставили леса где второй свет вот это да и потихонечку тягали там человек 6 наверно снизу поддавали в промежутке в промежутке верхнем тянули туда без всяких строков без всего углами облокачивали на козла хорошего вы самое опасное ну как факт потом оказался они скололи там один угол но вопрос другом это были обычные грузчики которых наняли с рынка то есть видно что они в разной одежде то есть не специализированный лебедок ничего нет просто пришли там давай погнали закинули и когда потом я им сказал говорю а вы знаете сколько стоит вот эта одна панелька они приятно удивились их ничуть а они там заплатили говоря там попить их от 500 рублей на всех и срок дали да но если бы они разбили интересно ну я не знаю кто то нами сказали вычтите наши зарплаты но с ним бы наверно бы гладкий было как бы а вот наверно кто рожал за объект наверно он бы влетел бы попал и вот возникает вопрос это должно быть на стоимости всего то есть установки разгрузки там я не знаю на всех элементов то есть как влияет ли стоимость изделия на работу материала на работе ну слушай это я не знаю а как как вообще ты даже я даже выше могу сформировать слова подобрать ну ну ты бы взялся я бы отказался то есть проще бы было отказаться и в итоге заказчик и в итоге заказчик поискал до тех пор пока кто-то согласился а на каком критерии ты бы согласился ну критерии какие-то что обезопасить себя прежде всего да но все равно риск риск есть то есть ты бы нельзя конечно миллион долларов за укладку метр понятно тебе в никто не заплатил но ты думаешь если я сейчас сделаю ровно все классно я заработаю допустим там за весь объем полмиллиона даже не в этом ты же даже в обычном плитку ты кладешь ты же не халатно к этому относишься ты все равно делаешь это аккуратно ты все равно стараешься учитывать все моменты которые есть там все ну по как показывает практика все равно там одна ли вторая близко скалывается уходит хоть кто писал бы не говорил ты там руки не оттуда растут или ты не так делаешь не так пишешь идите вы все ребята лесом сразу говорю потому что я не знаю как у вас но на всей практике которые у нас происходило это всегда практически бывает руки дрожат второй момент второй момент да никто не отменял за шпарку никто не отменял это а тем более осознание того что это дорогой у тебя уже на подсе я даже просто про простую говорю понимаешь нет я не говорю что там опять хочу сразу такие метки ну по грани расставить это не говорит о халатности твоей работы что тебе дали плитку ты не вымеряешь и как хочешь так кусок отрезал так кусок отрезал потокое у меня не осталось без нет ты подходишь с профессиональным подходом то есть как полагается чтобы и заказчик был доволен и ты в конечном результаты был доволен то есть две стороны может говорили об этом тоже обязательно должны две стороны ведь не 1 2 вот но тем не менее все равно происходит происходит как я же говорю или там рука трогнула ли ты зашпарился там или или ик сама себе плитка повела так все олег я еще мало того и как больше зашпарок когда ты переживаешь больше у тебя рука становится тяжелой потому что ты начинаешь сковывать движение тебе ты боишься лишний раз 15 раз ты перемиряешь там еще делаешь пока перемиряешь ты уже забыл оказывается лучше надо было один раз померить эту цифру перенести я тебе даже так скажу я когда заусовку делаю когда заусовку делаю я когда просто рез режу черновой у меня лучше получается чем когда я заусовку делаю восстанавливаю край потому что я когда там у меня рука свободно идет плавно без дерганий здесь я уже какой-то крадешься радусь и по соответствии то то есть нету плавности нет равномерности это влияет очень сильно соответственно и во всем ты например укладку производишь ты у тебя в уме и ты уже прям чуть ли не там опчет сорвалось там ну да рец поэтому тяжело конечно ну что факт остается фактом я не знаю если бы я укладывал эту плитку если бы то какие то должны быть гарантийные обязательства я еще пример можно приведу мои двери устанавливали это были начало двухтысячных годов мы только начинали короче только с подсобника вышли и там были стекла на двери стоили как сейчас помню 5000 и заказывали в москве у нас таких не было раньше все под заказ я помню машина прямо уезжала полностью материал грузили с москвы и приезжали вот там заодно вот эти стекла привезли самые дорогие там заказчик был такой не из бедных вот для сравнения у нас комната под ключ все там целью майорка и малярка плитка на пол там все где ламина то есть обычная комната квадратов 20 стоило 5000 по тем деньгам 5000 и вот грубо говоря вот это одно стеклышко 5000 сравнялась твоей до твои грубо говоря недельные месячные зарплаты да у нас один рабочий был такой скоростной он говорит так меня работа освободилась что я могу сделать ему говорит клей эти стекла в рамочку штабики и ему не подсказали четко вообще не надо было не клеить а гвоздиками аккуратненько чтобы можно было снять а он взял туда жидкого гвоздя на базовал и приклеил прям на мертво а соответственно в срез смотришь тебе видны вот эти все липушки от клея заказчик пришел горе переделывать мне это не надо стеклышко 2 в двухмиллиметровая и в полотную штабики все то есть даже лезли не залазить ну и что два стекла минус из пяти два стекла мы не получилось спасти вывод какой а вот эту работу он сделал за 200 рублей за каждую то есть он заработал грубо говоря ну как бы по тем деньгам неплохо за день 1000 рублей 55 дверей сделал да но все эти стекла стоили 15000 если так разобраться я к тому что разница да вот два стекла но так как он не потянул мы ему помогали хотя мы не обязаны были но так как мы были в бригаде мы как бы скидывались все помогали то есть частично мы там бесплатно работали можно так сказать если там на всех раскидать но не все помогали некоторые говорят я не обязан то есть никто никого не заставляли уже как бы сами там кто хочет помогает вот но не суть вы вопрос в том что как вот это бы считалось да там стеклышко тоненькая 2 миллиметровая то что мы даже лезвием срезали она прям уходила я не знаю если бы я укладывал плитку бы если бы была вот такая возможность и меня считали как мастера ждали меня ну допустим да то есть я такой красавчик один то какие-то все равно гарантийные обязательства должны быть прежде всего во первых надо быть честным с тем же самым заказчиком сразу предупредите что за плитка что за плитку если он тебе говорит там она стоит столько хорошо если она лопается что будет как наша дальнейшая работа то есть я не буду ее кладить молотком это понятно но если что-то произойдет что если это нам не был я не буду укладывать до свидания если вы берете это на себя или так как он будет до клубе или счетчик все проблем нет то есть я начинаю кладу за эту сумму или сколько у меня есть возможность ошибиться то есть нет а ты даже не знаешь как она поведет и как будет ошибиться не ошибиться просто я не знаю он может сказать раз я могу швизинка это плохой мастер туда можно так совершили так не пойдет да то есть как но в любом случае об этом надо поговорить нет ну мне кажется прежде всего конечно это разговор на разговорная тематика потому что потом это не решишь нет уже как волосы горю потом и отношению тебя уже все скажет начинаешь до пятна и давали они уже уже был все у тебя такие что ты хорошего ничего не жди мне такой случай один мастер тоже звонил обои купил под покраску они бракованы все пузырями вот а он такой получается им сказал заказчиком горит берите любые они взяли получается он как бы виноват да что он подвязался что он любое может сделать все будет отлично а по факту получился такой материал что его невозможно красить его краще он весь пузырями идет то есть лист не держит набухает да да но заказчица думает что он некачественно поклеил что пузыри значит там клея нету еще что то правильно то есть получается если бы он заранее это сказал один момент а когда он уже это все сделал все уже наклеена и он уже еще и краской покрасить это другое маме следовать кулаками не маш то есть в обвина твоя ты и ты оправдываешься как будто вот тогда и чем вопрос вопрос в том что если вы не можете задрать сумму допустим да то есть ну если я ложу крупную формату плитку там она стоит у меня полторы тысячи рублей но я ее кладу без разницы сколько она стоит тогда тогда если я буду класть плитку которая стоит там двадцать пять тысяч за квадратный метр который мне принесут это надо сразу заказчикам уговорить в отношении того что если она лопнет или еще что то то есть как бы ответственность себя это становится давай попробуем прицениться вот за сколько бы ты положил плитку какой процент не ну подожди ну сколько вот можно допустим сколотом три плитки допустим если ты берешь запас ну вот если да вот в среднем сколько вот примерно у тебя санузла получается не учтенных сколов ну да допустим три плитки три плитки 60 на 60 допустим грубо говоря ну квадрат с небольшим но пусть квадрат округли слушай но мне кажется не совсем так правильно наш почему потому что бывает укладка разная бывает прикинь у тебя все в заусовке например не ну ты считай заусовку отдельная часть но я имею ввиду если ты больше пилишь больше возможности сколоть то есть грубо говоря просто когда квадратные стены там без всяких полочек нишек это одно а когда у тебя даже так даже из расчета так давай не мудрит там больше меньше внутри внутри плитки это один квадрат будет у тебя в запасе вот один квадрат ну теперь посчитай насколько надо поднять зарплату мне чтобы я мог бы компенсировать этот один квадрат если квадрат стоит 25000 там или 20 ну то есть тебе прибавляется 25000 работе надо мне но она была плюсом олег но если ты эти плитки не сломал по идее это тебе все равно бонусом пролетает за твою аккуратность твою аккуратность ну логично да я просто мы там уже насколько тебе надо поднять это или другой вариант и в процентном соотношении поднимаешь то есть допустим там 10 20 процентов зарплате от стоимости от стоимости на плитке на плитке да вот смотри у тебя допустим стоит 20000 да то есть получается и тысяч это 10 процентов это 2000 ты прибавляешь допустим ты укладывал полторы значит три с половиной рубля да в принципе справедливо но смотри три с половиной если человек себе позволил за такую сумму купить плитку за 25 за 20000 да там например это я думаю три с половиной тысячи для него это нормальный а тогда вы давай посчитаем на сколько тогда выход перекрывает она эту плитку ли ну смотри обычный санузел допустим с полом 30 квадратов ну 30 умножай на две тысячи 60 тысяч а так квадрат получается 20 так получается меньше но опять же видишь мы как о чем говорим так ты ты все перекрываешь а так ты а вдруг у тебя больше заусовки а вдруг у тебя какие-нибудь душевые поддоны а вдруг у тебя там полочек много всяких не наш нам на просто интересно чем мы обсуждаем эту тематику как у вас происходит вообще вы увеличиваете если вы знаете эту плитку что она стоит там 20 тысяч вы увеличиваете стоимость работы или вы или вы отказывали его отказывать силе вы как-то обговариваете что что у вас происходит я потому что знаю некоторых людей которые зная стоимость плитки просто отказываются просто не хотят ответственности что вдруг а вернее я не буду я зачем нет надо я лучше пойду обычной плиткой там три санузла сделаю чем я вот буду вот этим заниматься ну то есть люди все разные нет это понятно за счет этого и стоимость по идее выше должна быть там же аля оттазы от получил конкуренции не получается узкая направляемость кто берется за это дело на соответственно мастеров мало соответственно тогда если мастер мало цена конференции конкурентов мало вот ценовой диапазона выживаешь поэтому как говорится спрос рождает предложение даст цена если высокая то это не зря по идее да по идее как но вот еще раз у вас дорогие подписчики к вам это все как у вас происходит если кто является строителем может у кого-то были такие примеры да может быть действительно просто мы его даже говорю мы как бы не укладывать за 20000 плитку у нас такого нет у нас мол я же говорю диапазон наших заказчиков до двух тысяч три четыре такие среднем сегменте там не за этому как у вас и просто нам на будущее что делать вдруг если такой заказчик вдруг если заказчик позвонит и миллион долларов долларов раза квадрат что ответить что ему чтобы вы ответили так что то тема хорошая конечно есть над чем задуматься да потому что мы честно признаться у нас может быть из то что времени не хватает еще мы мало задумываемся на такими вещами мы как машинально действие друг у друга спрашиваю на что я например а ты почем откуда я вообще по 300 а я по 500 не у того спросил а ты почему тысячи я потому что уже долго дело ясно а ты бы то есть мы не понимаем как цена складывается почему мы друг у другого так просто спросили а мы не понимаем что может тот человек он просто цены не поднимает есть такие которые вот потом десять лет по одной цене просто вне рынка знаю и ты как не подходишь у него одна цена пришла чуть так мало да не хватает не а что есть те которые живут значит привыкли на зарплату у них регулярность не стабильность я 30 получаю или там сорок тысяч не хватает допустим все у него он сидит и ковыряется его кормят но при этом другая ситуация возникает какие-нибудь спорные моменты не как говорится неподстрахованные элементы еще что-то да что-то вылазит и человек в ипотеку залазить залазит а почему потому что не приценился элементарно сколько это плитка стоит да еще что-то он что-то говоря там пошел сделал уронил плитка разбилась там переделки там на полмиллиона да ну да и кто виноват кроме тебя никто то есть ты сначала должен был узнать потом подумать а уже третье сказать цену все тебя никто за язык не тянет если ты по 100 рублей укладываешь плитку ну а что там был помнишь у тебя видео показывал ты когда у тебя узкий коридор были когда мы ездили на спартановку по телефону разговаривали когда ты общался да там сколько у вас стоит плитка вот столько то какая у нас такая у нас стоимость вот такая но мы не учли моменты какой там коридор нам сказали площадь как укладывать какая то есть я бы мог в длинку вот так укладывать нет да надо горизонтально а как оказалось там такой мутербудром и цену уже сказали все и как-то неловко было ее поднять а надо было придет туда на этот объект если увидит эту картину сказать нет такой коридор будет стоит там два раза но мы не смогли так сделать и вот это наша ошибка потому что я к чему говорю мы не видя говоришь ты одну цену но сколько тебе стоит полтора рубля хорошо все выходи а там пришел там у тебя динозавра блин и чё куда ты уже еще олег я тебе хочу еще сказать бывает такие моменты ты сейчас говоришь о том что сколько примерно ты в день зарабатываешь выгода невыгодно да но конечно мы зарплату вот кстати если из этого видео вывод сделать еще должны думать о страховке то есть если какой-то элемент мы можем что-то испортить допустим как здесь у нас на полу конечно за дорогой кварц линил задастся и даже давайте так вот он элементарно дабы осуществом парс линин вы берете когда покупаете ламинат у вас в процессе в отношении процентов идет 10 процентов 5 процентов смотря на какой укладку идете и запасом у вас должны плашки оставаться это все учитывается это стандартно то есть это это должно быть она не впритык должно быть то же самое здесь в твоей работе тоже должна быть какая-то заготовочка то что ты можешь компенсировать это не кстати мы с ней ругаться с заказчиком там и спорить а свободно если что-то случилось там это можно компенсировать хорошо да мой косяк чтобы заказчик был доволен и видим твою работу хорошо мы косяк вы можете это купить и я плачу эту плитку там допустим все мы и зачем головная боль закачивать ему это не надо второй момент ты должен отношения сохранить хороших все тогда это будет правильно идти тебе не будет обидно ты учел этот квадратный метр этой плитки ты уже он заложил в эту стоимость все она у тебя есть компенсации не заложил ты 10 их наперёд ты на одну друг грубо говоря да там все она у тебя есть это правильно меня был один заказчик тоже когда только начинали тогда еще только гипсокартон пошел были навороченные потолки для нас еще тогда вот эти с нишами подсветки вот это все он рассчитал все прям выкройки на гипсокартоне прямо грубо говоря вот здесь эту полосочку здесь этого здесь вот этот кусочек это прям вот показал тебе вот эту выкройку и говорит ровно два листа хватает а ты вот реально так визуально смотришь такой да не здесь листов пять допустим а он говорит вот смотри прям те листок дает и там прям не миллиметр влево не хитер вправо мы таки не он и сушайся лопнет или еще чуть-чуть и теперь я первый раз так увидел вот это да а что там говорит ты вот укладывал у одного нашего знакомого плитку у него впритык и все так ты вот от этой плиточки отрезаешь вот этот кусочек он идет вон туда а ты ты знаешь он уже все рассчитал а я им еще говоря если не хватит он говорит плитка это я последнюю забрал она пользовалась не даст производства она должна хватить никаких вариант она резиновая нет вот такой тоже бывает поэтому чтобы вот этого не было конечно цена фиксируется и делается чуть больше мне хорошо понравилось как у тебя один подписчик там говорят что каждый объект он повышает на 10 процентов стоимость всех своих работ вот пожалуйста человек заложил у него есть компенсация на те работы которые допустим он там рука дрогнула неправильно что-то там все это заложено это правильно я можно сказать что ты жиреешь мне кажется во первых у тебя и навык поднимается во вторых у тебя профессионализм поднимается то есть во всех отношениях а если у тебя все поднимается соответственно оплата поднимая ребят в любой работе который работает будь то продавцом магазине или где-то всегда закладывается процентов везде продают они молоко они продают и уже с наценкой везде потому что там банка лопнула там молоко скислость там еще чего кстати в бизнесе санса это везде кстати в бизнесе везде так и этому даже учат вот они заканчивают бизнес школы не те же говорю это правильно это а у нас этому никто не учится потому что это мы так себе сами балбесы сделаем а потом говорим вот и руки не из того места или вот и да не я просто не подстрахал а просто потому что ты не умеешь это все сосчитать все вместе скомпенсировать и реализовать вот и все прекрасный пример был знаешь в инстаграме по-моему ли где видел видео прикольно мне очень понравился хотел сохранить забыл как это делается но суть такое мужчина мужик рассказывает такой если это прихожу быть знакомой она быть художница рисует неизвестно ничего быть нарисовал такую классную картину там это чушь она нарисовала ну не знаю что-то нарисовала там вот он короче берет эту картину минут класса сколько она стоит дома там 5000 стоит я там два дня или три там линии неделю работала на ней кто мне еще возьмется такую цену то мне так он понравился будет картина моя ладно такой это мы чешу не дуга эти захожу кайт в ресторан а ресторан назывался доберман что да да доберман и захожу там и все и у меня в голове стрельну на картина нет вообще про эту девчонку и он хозяинами хозяина кто-то назовешь это ведь у меня ведь классно говорит есть кто рисует картины девушка она такую говорит эту картину вы такого добермана нарисовала ты не поверишь и там все насколько стоит заинтересовался да я не знаю москвичи там 100000 по моему до готова платить тут не не 100000 типа не говорит ну за полтинник я взял эту информацию в уши влил приходит к ней тебе два дня рисуем добермана девчонка нарисовала за два дня этого добермана шикарно получился ну как со слов я все говорю как сосуд все нарисовала этого добермана он этого хватает добермана приводит короче этому человеку отдает кто-то и 50 тысяч отдает этому человеку заплатил понравилось он приходит и девчонки дал 50 и задают вопрос теперь ты знаешь сколько стоит твои картины на это говорит о том что человек может реализовать это и сделать нет не только что ты нарисовал и мы это надо еще преподать и это надо в лигару чана ты должен знать себе цену и ты должен грамотно все это объяснить и заказчику чтобы он это понимал за что он платит деньги что не просто так это потому что все думают что просто так хорошая масса да и вот как раз говорит о нашей ниши тоже что мы должны знать себе цену а первонаперво мы ее сами чувствуем если ты первый объект сделал и чувствуешь что что-то в кармане ничего не появилось значит что-то не то и вот должен ты сам до этого доходить ну кстати пишите в комментариях пишите в комментариях о том что как вы закладываете процентовку там не закладывать и что вы с этой дорогой плиткой делал это очень интересно да тема серьезная нам это надо тоже поэтому даже мы тоже вот задумались вот этот увидели новость миллион долларов плиточка думаешь интересно что же там за плиточник работал прям понятно что сегмент другой но все равно может быть этот плиточник уже такой который постоянно в кредите то есть он уже бомбанул одну плитку за миллион а может быть даже повесили и теперь богачам по кругу ходит и всем укладывать вы знаете макса не пик скорее всего из той же конторы плиточник для вас что если даже он коцнет это не так будет гарантийное конечно потому что ну по-другому они тут же перезальют новую сделают элементы вырвут но у нас таком элементе нету поэтому у нас в обычном режиме но все равно интересно всем пока подписывайтесь обязательно смотрите у нас и цене есть интересная тема поднимает нам нужны рост нужен понимаете а то же зарплате будем расти и тассах не будем расти у нас не будет не будет аудитории так что выдавали над с кем поделиться до всем пока пока